Сегодня здание на Большой Морской-1 словно прозябает, доживая свой век. Обшарпанные стены, пустующие кабинеты. А после реставрации объект бывшего ЦКБ «Черноморец» станет центром деловой жизни города. Эксперты туристического бизнеса давно говорят, что Севастополь может привлекать гостей не только летом для отдыха. Деловые мероприятия, такие как, например, конференции и симпозиумы, каждый год безуспешно ищут подходящие площадки в нашем городе. Это другой уровень туристов, это другой календарь событийных мероприятий. В данном предприятии можно будет проводить крупные мероприятия, например, для молодежи, для развития патриотического туризма в нашем регионе. Гостиница «Крым», например, вместимость зала до 100 человек. Гостиница «Севастополь» вместимость зала 180 человек, максимальная вместимость. Мы говорим о крупных мероприятиях вместимостью 350-500 человек. Это кинотеатр, конференц-зал, соответствующая инфраструктура, соответствующие парковки, которые будут в целом в данном комплексе. Большой актовый зал бывшего ЦКБ пустует уже не первое десятилетие. С каждым годом лишь больше ветшает, в то время как в городе не хватает подобных современных площадок. Чтобы здание могло существовать как гостиница, необходим второй корпус для размещения номерного фонда. Такая практика, по словам архитектора, в Севастополе уже применялась и была вполне успешной. Причем где? В самом сердце Севастополя, на площади Нахимова. Дом Москвы пристроили к существующему историческому зданию гостиницы «Киста». Почему нет? Прекрасно ужились между собой. И сейчас наверняка, если задать вопрос уместно, любой житель ответит «Да, уместно». Если говорить о новоделах, даже если построить новый корпус, который не будет диссонировать, будет как бы в контексте и подчеркивать данный исторический фасад здания, то со временем это тоже перестанет быть новоделом. И 20 лет для здания – это уже не новодел. Максим Стрецких утверждает, что архитекторы справятся с поставленной задачей. И обновленный объект станет украшением центра Севастополя. Мы много общаемся с профессиональным сообществом, которое есть не в городе, а вообще в России. И все архитекторы, которые, скажем так, заняты работой, они всегда находят выход из каких-то нетривиальных задач. Потому что на самом деле решение вопроса застройки, оно никогда не бывает простым. Потому что всегда сталкиваешься с тем, что если у тебя простой рельеф, то в отсутствии ограничений проектировать намного сложнее, чем в их наличии. И поэтому всегда архитекторы, которые работают, они сталкиваются с определенными ограничениями, трудностями. Новая гостиница в отреставрированном здании создаст и новые рабочие места. Пока эксперты отрасли оценивают, что этот объект даст примерно полтысячи рабочих мест с достойной заработной платой. Полина Кольта, Андрей Вовк. Новости Севастополя.